20 лет назад семья этнических казахов из Китая решилась на создание собственного бизнеса. Спрос на одежду в национальном стиле тогда был невелик, но предприниматели без страха взялись за дело. Заказы сейчас поступают на недорогие костюмы и дорогостоящие звездные наряды. Сейчас мы работаем над новой маркой Armanda. Это будет недорогая одежда для повседневной носки. Кроме того, планируем выйти на зарубежный рынок. Скорее всего, начнем экспортировать нашу продукцию в Эмираты. Через 10 лет семья организовала новое направление. Был открыт колледж с углубленным изучением английского и китайского языков. Всеми вопросами занялся супруг, педагог с большим стажем. В колледже сегодня обучаются 800 студентов и работает 70 преподавателей. Успешные предприниматели хотят воспользоваться льготным кредитом на дальнейшее развитие семейного дела. Иметь два бизнеса в семье – это, несомненно, тяжело. Тем более, что направления разные, и оба непростые. Но развиваться, тем не менее, нужно. Поэтому в наших планах взять льготный кредит на улучшение материально-технической базы колледжа. Это будет гораздо выгоднее, нежели оформлять его в банках второго уровня. В Алматы около 170 тысяч действующих субъектов малого и среднего бизнеса. В поддержку предпринимателям предоставляют государственные гранты в рамках дорожной карты бизнеса 2020. В мегаполисе действуют четыре региональные программы по льготному кредитованию. Палата предпринимателей также выдвинула правительству предложение о необходимости формирования отраслевых программ. Эта инициатива была услышана и поддержана, о чем свидетельствует протокольное решение, где Министерству национальной экономики было дано поручение разработать отраслевые программы. Это дало бы, знаете, возможность целенаправленно, точечно определить, какие предприятия надо поддержать, какие меры должны быть приняты и с определенными сроками. Почти половину от всех банковских кредитов по Казахстану получили алматинские предприниматели. По дорожной карте бизнеса на этот год было выделено 4,5 миллиарда тенге. Столько же запланировано на следующий. Помимо этих средств на микрокредитование предусмотрено больше 2 миллиардов тенге. А почти миллиард 200 тысяч в Алматы дополнительно направят на продуктивную занятость. Салтанар Шурай, Рашид Шукоралиев, телеканал Алматы.